Сниму сейчас глобальную панораму углубления, вот этого залива всего Элладского. Сейчас это дальше, это Муавские горы, или нет, даже не... Эдомские, Эдомские горы. И под ними находится город Акабо, Ярданский. Вот там проходит Ярданская граница, сейчас не знаю, насколько это получится хорошо здесь, но там вот башня стоит, туда надо будет отдельно сходить. Вот такая вот эта вот посередке, это Израильский пост, а вот это там вот, это Ярданский пост пограничный. Вот тут такая лагуна очередная, которая сейчас в Элладе начинает делать все больше и больше. Вот там даже рыбака это плавает. Я не хочу просто приближать, потому что я не уверен в том, что резкость будет нормальная, при таком освещении он тоже резкость, и даже морские ежи есть, такие красавцы там, ух ты. Так, вот это вот сейчас будет вид, название отелей, к сожалению, я не вижу, может отдельно посмотреть. Время сейчас полдень, около 12 часов, буквально так, минус 2 минутки может. Так, там вот вроде на рейде стоит какой-то израильский, похоже на патрульный катер военный. Ну, пойду дальше, стоять на асфальте, я сейчас на асфальте стою долго невозможно. Лучше идти по песочку и засниму всю панораму. Вот так, сейчас, в другом облике, но... Коралловый риф. Голубка, да, надо быстрее идти в воду, а то сейчас ноги спарятся. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Глобальная нора. Вот этот пляж, он идет как бы с запада на восток или с востока на запад, ну, то есть по широте. А вот эта вот полоса, она идет с севера на юг, ну, примерно с таким небольшим отклонением к западу. Типа здесь как бы прямой угол примерно, если брать линию берега. Ну, почти прямой угол, если близкий к прямому. Чуть-чуть больше, может градусов 100 или 110, а не 90. Значит, здесь пляж имеет такую структуру, что вот тут на берегу такая мелкая галька. И буквально там несколько метров, ну, в разной части пляжа по-разному там. Вот там от двух метров до пяти метров вот эта галька. А потом там идет такой достаточно чистый и мягкий песок. А здесь по гальке, конечно, не очень ходить удобно, хотя она и мелкая. Ну, вот за счет того, что она мелкая, она становится колкой. Так что, наверное, лучше вот идти по вот этой полосе между двумя такими галечными дорожками. Вот, а это, во-первых, здесь она влажная и не нагревается никакой степени, что пяткам жарко становится. Вот, но в то же время гальки самую нету, еще не колет. Вот, я стараюсь ходить на пляже без стапок, чтобы, сказать, ножки помассажировать больше. Вот, судя по, ну, скажем так, по внешнему облику и по речи, которую я слышал, в основном два вида речи. Еврейская речь и русская речь. Изредка я слышал другие английские и... Английский, да, и немецкий. Ну, французский, опять же, получается, что основные европейские языки. В Иерусалиме приходилось слышать и немецкий язык, в том числе. Вот, температура 35 градусов, сейчас вот 12.06 время показывает. Температура 35 градусов, 22 мая. Спасательная станция. Здесь вот такая. Точки специальные. Камои такие. Как это называется правильно, не знаю. В Иерусалиме. В Иерусалиме. В Иерусалиме. В Иерусалиме. В Иерусалиме. Здесь идут на временную езжу, понимаем, когда я говорю по-русски. Народу сейчас немного, но не в это время года, не в это время дня, а в это время года. Сейчас пока еще 22 мая, пока еще май, это не является, скажем так, классическим временем года для туризма в Иванове. Камешки интересные всякие, это строительные, это камни оставшиеся, от строительства чего-то здесь. Я вношу здесь такая порода нечистая, каменная. Вон там вот дальше, ну, не видно в думке гора за вот этим мыслом видимым, это уже Синайский полуостров, там Египет. Сегодня должны будем съездить в сторону Египта по всему вот этому побережью, вот 8 километров оно проходит. Здесь вообще все побережье Израиля, в этом месте, в районе Елата, составляет 14 километров всего лишь. Такой выход небольшой к Красному морю, заливу Акабе, или Елатский залив, он еще называется. Это смотрят с какой стороны, смотрите и как мыслить, так сказать, географически. У Иордании здесь тоже небольшой выход к Красному морю, в общем-то больше у него вообще нигде выхода к морю нету, только это единственное место Красного моря. В Израиле два выхода к морю, к Средиземному, собственно говоря, и к Красному, что обеспечит стратегические для торговли, там, для развития флота и всего прочего прочего. Вот, подхожу уже к месту, откуда я пришел обратно. Уже надо будет собираться на экскурсию по Елату.